В России предложили сократить период использования шипованной резины. По данным госкомпании «Автодор», 90% ущерба российские дороги получают в зимний период. Особенно при этом страдают дороги с разрешенной скоростью более 70 км в час. Чтобы уменьшить износ дорожного покрытия, в Центральном регионе России специалисты предлагают сократить срок эксплуатации шипованных шин до 188 дней. Сейчас ездить на шипах разрешено 273 дня, с начала сентября по конец мая. Для других регионов страны предлагается загнодательно установить свои нормы в соответствии с местными климатическими условиями. За эксплуатацию шипованной резины вне установленного периода рекомендуется ввести административный штраф. Прожиточный минимум российского пенсионера планируется увеличить на 232 рубля. Госдума рассмотрит на этой неделе соответствующие поправки к бюджету пенсионного фонда на текущий год. По данным ПФР, в настоящее время прожиточный минимум пенсионера в целом по России составляет 8846 рублей. Увеличение прожиточного минимума пенсионера должно произойти уже в текущем году. А на территории Пермского края стартовало очередное оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». Одна из главных целей операции – это предупреждение и пресечение нарушений правил дорожного движения, а также профилактика ДТП с участием транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров. Госавтоинспекция предупреждает руководителей автотранспортных предприятий и индивидуальных предпринимателей о недопущении к эксплуатации транспортных средств, имеющих технические неисправности. Операция «Автобус» продлится до 13 ноября. Новости коротко подготовила Елена Силакова.